Практическое задание Во-первых, прочитайте тексты Писания, которые говорят о делах и личности Христа Запишите ваши мысли и молитвы Можете вложить этот листок в Библию и всегда иметь с собой Это та часть субботы, во время которой вы вспоминаете Бога Вновь и вновь прочитайте те тексты Писания, которые говорят о том, что соделал Бог Что Он сотворил для нас и как Он спас нас Однажды одна молодая женщина, она была женой пастора церкви Написала прекрасную поэму, очень красивую поэму В субботу она начала записывать свои мысли о своих отношениях с Богом И в итоге это все вылилось в красивую поэму Однажды со мной поделился пожилой человек, который рассказал, что в субботу Однажды наблюдал за белкой, белка собирала орехи И вот какое-то время он наблюдал за этой белкой И его сердце наполнилось такой благодарностью за то творение, которое Бог для него сотворил А вот что однажды произошло со мной, я написал об этом в своей книге Был теплый день в штате Канзас Это было летом, и вот я сидел в беседке Сидел на лавочке И вот я обратил внимание на паутину Если я вдруг увижу паутину в своем доме, то я тут же беру веник и пытаюсь ее смести Но эта беседка была не моей, и веника у меня не было Поэтому я просто стал разглядывать паутину И я стал изучать ее с точки зрения инженера или архитектора Как паук умудрился создать такую прекрасную паутину? С чего он начал? Он где-то начал с одной ниточки И затем мне возник другой вопрос А что это за материал? И с чего он ее делает? Что она одновременно и растягивается, и в то же время такая прочная И он строит себе дом без гвоздей, без шурупов, без досок И вот сначала он натягивает радиальные нити, потом идет по кругу И я обратил внимание, насколько равны отрезки между кругами на паутине Круг за кругом, круг за кругом И также я подумал о том, что он не только дом себе сделал таким образом, но и ресторан Потому что в эту паутину попадает муха или комар И эта муха или комар становится едой для паука Какое удивительное изобретение! В какую школу ходил паук, чтобы всему этому научиться? Кто ему обо всем этом рассказал? Какая дизайнерская школа могла бы преподать такие курсы? Только задумайтесь, как это все удивительно И я подумал, наверное, у него должен быть очень большой мозг Но если посмотреть, то его мозг уместится на кончике иголки Откуда же такие способности? И я тогда подумал, ну, наверное, его способности основываются на инстинктах Ему не нужно было учиться в школе Не нужно было читать книги, чтобы научиться всему этому И поэтому должен быть великий Бог рядом с этим пауком Потому что все его способности были вложены в него неким другим существом Который создал этого паука И научил его, что нужно делать Как строить себе дом из паутины и рядом ресторан И я подумал про себя Какой прекрасный урок Я думал, что я сам по себе очень важный человек Но я такого сделать не смогу Я не могу сделать материал Не могу сделать паутину из этого материала И как сделать ее с такой прекрасной геометрией Причем не смотря со стороны, а изнутри Это удивительно Мой Бог, мой Создатель Ты чудесен Извините, если я увлекся Но я думаю, вы понимаете, о чем я Вспоминайте Вы можете записать небольшой стих А можете писать прозой Не обязательно, чтобы было в рифму Или, быть может, вы захотите спеть песню И, возможно, песню слова, которые вы написали сами Или просто песню из сборника Или по-особенному помолиться И все это лишь потому, что вы вспоминаете Бога Или, быть может, вы захотите прокричать Не стесняйтесь, пускай Он услышит то, что вы чувствуете Выскажите Ему все мысли, все, что у вас есть на сердце После того, как вы вспомните, что Он для вас совершил Вникните в Его чудные дела, как Творца и Спасителя И сделайте то, что служит выражением вашей любви к Богу Кто-то очень удачно выразил это такими словами Люби Бога и делай то, что хочешь Быть может, это звучит странно Но я с этим согласен Люби Бога И если вы любите Бога, как написано в 36-м псалме «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» Если вы настолько близки с Богом, что радуетесь Ему Утешаетесь Им, то навряд ли вы совершите тяжкий грех Конечно, все возможно Но если вы находите радость в Боге, то Он меняет ваше желание Вы начинаете желать делать то, что угодно Ему Делайте то, что выражает вашу любовь к Богу Я люблю гулять на природе Я люблю петь, зная, что никто меня не услышит А также люблю многое другое Скажем, слушать музыку Есть много путей выразить свою радость, вспоминая о Боге И это очень важно делать Это подкрепляет нас духовно И мы призываем, чтобы вы уделили этому три часа в неделю Ну, может быть, хотя бы час Тут нет жесткого правила Мы не хотим вас принуждать Что ж, позвольте далее сказать, что Мы слышим много нехороших вестей Как я уже говорил в начале В Японии произошло страшное землетрясение Недалеко от того места, где мы живем, было торнадо И причем много людей погибло По последним подсчетам около двухсот человек К сожалению, в мире происходит много беспорядков Много восстаний и даже боев Скажем, в городах Ливии Число самоубийств среди подростков в Америке С каждым годом только растет Как ни печально, но такова статистика Если добрые вести Самая хорошая весть в том, что у нас есть Спаситель Тот, кто совершенен И какие бы плохие вести не обрушивались бы на нас В нашем городе, в нашей стране Мы всегда должны помнить, что есть прекрасный Господь Иисус Христос Который можем вращаться О ком можем читать в Библии, вспоминать его дела Его отношение к детям, его отношение к овдовам К больным, к слепым и так далее Я хочу привести иллюстрацию про одного ювелира Этот ювелир собирал коллекцию из драгоценных камней И я заметил, что в вашей стране также достаточно ювелиров, как и в нашей И во всем мире самым драгоценным камнем считается бриллиант И вот у этого ювелира уже скопилась коллекция бриллиантов Драгоценных камней Какие-то из этих камней он получил по наследству, какие-то приобрел сам И он любил рассматривать их, изучать Но он обнаружил, что какими дорогими бы они ни были, они несовершенны Он искал совершенный бриллиант, в котором нет изъянов Посещал те места, в которых могут продаваться драгоценные камни Но у него была самая лучшая коллекция бриллиантов Но однажды он увидел бриллиант, который был прекрасен Он рассматривал его, изучал и не мог найти ни одного изъяна Казалось бы, этот бриллиант был совершенен Какое-то время он внимательно его изучал, чтобы убедиться, что нет изъянов И, наконец, он решил его приобрести Он решил поменять всю свою коллекцию на этот один бриллиант Свою коллекцию он хранил в очень потаенном месте, в своем магазине Никто не знал, где находится его сейф И вот он поменял свою коллекцию И раз в неделю доставал этот большой бриллиант И любовался им Этот бриллиант был прекраснее, чем все, что он видел ранее в жизни Он закрывал все двери, доставал этот камень И рассматривал его при лучах лампы Он брал его в руки и внимательно рассматривал Брал лупу и смотрел через увеличительное стекло И он получал огромную радость, смотря на совершенство И когда в течение рабочей недели он работал с клиентами в своем магазине Это было непросто Клиенты были трудными Требовали скидки С ними нужно было торговаться Но работая, он помнил про совершенный камень Этот прекрасный бриллиант И это помогало ему находить изъяны в других камнях Что ж, у нас есть совершенный Бог Это даже не бриллиант Он не материален Но он личность, наш Создатель Господь Иисус Христос И мы также можем уделить время, чтобы побыть с Ним В субботу Посмотрите на своего Спасителя Прочитайте Библию Прочитайте Евангелие И посмотрите, насколько прекрасен Господь Вникните в любовь всемогущего Бога Напоминайте себе вновь и вновь О том, как заботится он о людях Осознайте, что вы тот человек, чьи нужды может утолить Господь Иисус Он прекрасен И можем пройти через все трудности Через все беды, которые происходят в нашем обществе На нашей планете Мы можем выдержать все тяготы этой жизни Если будем смотреть на совершенного И помнить о том, что однажды мы будем с Ним вечно Только задумайтесь Мы с Ним будем вечно И это поможет нам продержаться здесь на земле Что бы ни происходило в нашей жизни Какие бы катастрофы ни происходили В нашем обществе, в наших семьях Проживем ли мы долгую или короткую жизнь Что бы ни было, что бы ни происходило Смотрите на Него Уделяйте время для того, чтобы просматривать фотоальбом И вспоминать о Своем Создателе, Своем Спасителе И мой вопрос к вам Когда на предстоящей неделе Вы извлечете этот бриллиант? Встретитесь с Иисусом С Вашим Спасителем Совершенным Богом Когда? Нам не безразлично современная церковь И у нас есть что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах По запросу tvseminary Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok